В театре «Старый дом» в один день показали три постановки, причем в их основе не пьесы. Три режиссера – Юлия Аук, Талгат Баталов и Дмитрий Акриш – представили эскизы спектаклей по произведениям современной литературы. Создали необычные постановки. В короткий срок, неделю в театре и не только на сцене, шли репетиции. Как в спонтанных этюдах рождался актуальный театр, увидел Станислав Якушевич. На сцене шутки и смех. И не скажешь, что впереди у актеров тяжелейший прогон. Спектакль «58-я» неизъятая про сталинские лагеря. В основе эскизной постановки не пьеса, так договорились участники проекта «Актуальный театр». Дмитрий Акриш взял документальную прозу – свидетельство тех, кто прошел ГУЛАГ. Материал, признается режиссер, жестокий. Там допросы, пытки. Тексты отобрали, сократили и попытались не смаковать издержки истории. Есть самое главное для меня – взаимоотношения между людьми, между родителями и детьми, между мужчиной и женщиной. И мне кажется, там очень много любви в этом материале. Самое ценное в этих текстах – то, что это живые свидетельства. Герои рассказывают подлинные истории, обстоятельства, в которых оказались. Все максимально натуралистично. А еще в этих воспоминаниях, как живые, предстают те, о ком мы знаем меньше всего. Вежливые, тихие, аккуратные следователи НКВД. А стихи про Лео? Про Париж? А кто такой Геннадий? Вы ведь, кажется, ему продукты привозили, так? Люди боялись, конечно, боялись. Ну, все же живые люди. Это потом они уже научивались преодолевать страх и говорили о том, что когда страха нет, тогда только ты можешь остаться человеком и выжить. Представить то, что пережили эти люди, говорит актриса Наталья Пивнева, невозможно. Проживание того, что условно можно назвать лагерным опытом, случается на сцене спонтанно. Тут режиссер предлагает актерам парадоксальную вещь – забыть про слова и выразить в движении то, что каждый чувствует. Человеческая боль. Неважно, у каждого она своя, кто у кого больше опыта жизненного может быть, кто сталкивался с какими-то там, может, у кого-то родственники, у кого-то там семья и прошлое и так далее. Кто, насколько это понимает. Эскиз, поставленный за считанные дни, не претендует на завершенность полноценной постановки. Это подчеркивают и сами авторы. Но надеются в будущем вернуться к этой работе и довести сценический набросок до спектакля, который займет свое место в репертуаре театра. Станислав Якушевич, Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok